Привет! Рад снова видеть тебя у меня на канале. На связи Лукас. И на этот раз речь в ролике пойдет у нас о третьей неделе испытаний девятого сезона Фортнайт. Я расскажу и покажу вам, что, как, где можно будет сделать максимально быстро и просто. И надеюсь, это будет вам полезно. Ах да, чуть не забыл про интро. А? А? Что? А Лукас? Итак, прежде чем начать разбирать третью неделю испытаний в Фортнайте, я бы хотел выразить вам свою благодарность за вашу лютую активность и за то, что вы поддерживаете меня как автора, вводя мой тег автора Лукас Дядя. Это действительно важная поддержка для меня, ведь именно благодаря этому я могу делать для вас розыгрыши и жить. Спасибо вам. Ну и да, кстати о розыгрыше. Скоро, совсем уже скоро у нас будет 50 тысяч на канале. И к этой дате я буду готовить для вас действительно жирненькие вкусняшки. Ну а пока, я разыграю вот эту вот тысячу вибаксов специально для вас. И все, что нужно будет сделать для того, чтобы принять участие, это быть подписанным на этот канал, поставить лайк на это видео, а также в комментарии написать, сколько было лайков на момент просмотра вами этого видеоролика и сюда же прикрепить свою ссылку на соцсеть, чтобы я мог с вами связаться в случае вашей победы. Все результаты будут при достижении трех тысяч лайков, опубликованы в нашу группу во Вконтакте. Ссылка на которую есть в описании, если что. Ну и пара слов о спонсоре, благодаря которому эти все розыгрыши сейчас проводятся. А спонсором этого видео является 1xbet, самый надежный букмекер, у которого по моему промокоду вы сможете получить до 6500 рублей. Промокод и ссылочка в прикрепленном комментарии под роликом. Итак, третья неделя испытаний девятого сезона. Обещает быть довольно легкой, я вас сразу обрадую, там не будет ничего сложного и пройдется она довольно быстро. И первое задание, которое вам нужно будет выполнить, состоит у нас из трех этапов. И все они связаны со средствами передвижения. Первый этап задания заключается в том, что вам нужно будет выполнить какой-либо один трюк на дрифтборде и приземлиться, собственно, удачно. Вроде бы так я смог перевести и понять задание. Второй этап этого задания гласит у нас о том, что вам нужно будет продержать 3 секунды в воздухе квадролом. Тут тоже ничего сложного, с любого склона педальку в пол и полетели. Третий этап задания также ничего сложного из себя не представляет. Вам нужно уничтожить вражеские структуры, то есть постройки, а именно 3 штучки при помощи любого транспортного средства. Вот такое вот легкое задание из трех легких этапов. Ну а мы пойдем далее, ко второму заданию, которое гласит у нас о том, что вам нужно будет, как всегда по дефолту, найти 7 сундучков в одиноком домике, либо на полярном пике. Есть задания, которые у нас в принципе добавляются чуть ли не в каждую неделю, поэтому проблем у вас, у моих жестких писюнов, я думаю, не возникнет. Давайте перейдем далее. О задании, в котором говорится, что вам нужно нанести урон оппонентам в течение 10 секунд после использования трубы воздушной. Это, наверное, может быть как труба вверх, которая ведет к платформам, так и труба, которая обычная труба и по которой можно летать по карте. Довольно легкое задание на самом деле, так как приземлившись на врага сразу же из трубы, спикировав просто на него, вы точно уложитесь в 10 секунд, чтобы хоть какой-то урон вкинуть. Урона, кстати, в общей сложности нужно 200. Следующее задание, мною, самое ненавистное вообще в фортнайте, потому что занимает очень много времени и очень сильно зависит от рандома. Это задание, где вам нужно будет посещать 2 локации в одном матче. Состоит из 3 этапов и вот первый этап. Вам нужно будет посетить праздничный поселок и шаткие шахты в одном матче. Первый этап изи. Это все очень близко находится, давайте перейдем ко второму, где вам нужно навестить солнечные ступени, а потом сразу же попасть каким-то боком в дасти девот, то есть вероломную воронку. Если, кстати, отыгрывать от солнечных ступеней, то проблем не возникнет, потому что там вы сможете запульнуть себя гейзером и, в принципе, долететь прямо в воронку. Никаких проблем. Смотрим третий этап, где вам нужно посетить хаунтед хиллс, то есть те вот холмы под мусоркой, и салти, то есть колки и ключи. Вот тут уже сложнее. Но я желаю вам удачи и уверен, что у вас получится. Пятое задание гласит у нас о том, что нужно подбросить игрушку летающий диск в воздух и поймать ее до того, как она приземлится на землю. В принципе, похожие задания мы с вами видели уже довольно часто. Последний раз такое было вроде бы с попрыгунчиком, но там не нужно было его ловить, его нужно было просто кинуть, чтобы он пропрыгал определенное количество раз. Ну а здесь же надо будет запыльнуть очередную игрушку в воздух, но просто успеть ее поймать. Я думаю, тут тоже проблем ни у кого не возникнет, с этим справятся даже дети. Предпоследнее задание гласит у нас о том, что вам нужно уничтожить трех противников взрывчатым оружием. Скорее всего, это имеется в виду про ракетницы и гранатометы, ну и всю прочую лабду, которая взрывается. Это гранатки и динамиты и так далее и тому подобное. Нужно уничтожить всего трех противников и думаю, также проблем никаких не возникнет, потому что у нас есть что? Правильно, командная потасовка, где найдя эти пушки, вы в принципе сможете на изи это выполнить задание. Ну, совсем мазохисты, конечно, могут попробовать в соло режиме выполнить, я не запрещаю. Ну и последнее задание, которое с одной стороны легкое, а с другой не очень. Вам нужно будет нанести урон с пяти разных оружий в одном матче. Казалось бы, ничего сложного, прыгай, подбирай пушки и стреляй, но не тут-то было, ведь нужно с пяти разных. Поэтому я также советую вам прыгнуть в командную потасовку, где вы на изи наберете пять пушечек и просто с каждой поочередно накидаете урона. Это будет легко. Ну а на этом, пожалуй, все, друзья. Спасибо вам всем огромное за просмотр. Обязательно посмотрите вот эти ролики, которые вы сейчас видите на экране, ведь там интересно и также еще и полезно. Кто знает, тот поймет. Ну а с вами был я, Дедя Лукас. Всем до скорых встреч в новых видео. Ее, дьос, ам, лукас. Ее, еее.